Я приветствую организаторов и участников четвертой конференции по современной психофизиологии технологиям виброизображения. Я представляю свой доклад применения технологии виброизображения дектероскопического прогноза в психологическом консультировании. Важно разобраться, а что такое психологическое консультирование вообще. На сегодняшний момент, как и любой гуманитарный термин, относящийся к гуманитарным наукам, он не имеет четкого трактовки, а имеет различные трактовки. Психологическое консультирование также называется область практической психологии, которая связана с оказанием со стороны специалиста-психолога непосредственно психологической помощи людям, которые нуждаются в виде советов и рекомендаций. По другому мнению, психолог не должен давать советов и рекомендаций, а цель психолога в процессе беседы определить суть проблемы клиента, помочь человеку увидеть ее и ее разрешить, выбрать пути разрешения самому. По другому направлению психологическое консультирование является частью понимающей терапии. Сегодня сложность еще в чем, что психологическое консультирование применяется в очень многих областях. Это и профконсультирование, и педагогическое, и промышленное консультирование руководителей, и направлений действительно очень много. Но есть некие общие аспекты в этапах психологического консультирования, которые позволяют выделить общие моменты. И по мнению большинства современных авторов, современные методики включают в себя диагностику и коррекцию. То есть это общим является определение основных функций диагностического процесса. Это выявление сущности проблемы клиента, определение дальнейшей стратегии помощи, выбора метода работы, оценка психологической помощи, организация терапевтической коммуникации, создание, укрепление мотивации для психологической помощи. Почему так важно определение запроса клиента или этап диагностики? Потому что зачастую клиент приходит под воздействием различных уже сил и направлений. И он видит их результат, но он не видит основы, в чем причина всего этого. Он выдает последний результат как за запрос. Часто бывает вообще сложно сформулировать запросы, так как психологическое консультирование, допустим профориентации, психологическое консультирование в организации какой-то работы, чисто психологическое консультирование. Имеет различные цели. И очень важно, на мой взгляд, ориентироваться на новые инструменты, которые появляются в диагностике. Старый набор инструментов, он тоже рабочий, он применяется. Это интервьюирование, и тестирование, и психологическое эксперименты. Но, на мой взгляд, очень важным является диагностика, опирающаяся на психоэмоциональное или психофизиологическое состояние человека. Сегодня появились методики, которые представляет предприятие Элсис, методики, связанные с виброизображением и построенные на основе виброизображения. И разрабатывались они как раз именно для контроля психофизиологического состояния человека. На мой взгляд, именно определение психоэмоционального, психофизиологического состояния человека на этапе диагностики позволяет вырабатывать наиболее успешные стратегии решения задачи человека. Потому что, будь то профориентация, будь то бизнес, будь то просто психологическая проблема, она сказывается на психофизиологическом состоянии. И заниматься только определением профиля профайлинга или только определением стратегии поведения человека, не базируясь на психофизиологическом состоянии человека, общим. Оно, в общем-то, приводит к большим ошибкам. Мы в своих исследованиях использовали следующие программы. Это программа Vibramage 8 Pro, систему контроля психоэмоционального состояния человека. Программа Vibrami, систему психофизиологического профайлинга. И программа FingerCard, дактилоскопического прогноза. Все они производства предприятия ELSIS. Но использовали мы их не впрямую, а именно те части, которые позволяют определять психоэмоциональное и психофизиологическое состояние человека. Что, на наш взгляд, является очень важным элементом диагностического прогноза. Так, по примерам. Перед нами пример первый. Девочка, 9 лет. Запрос мамы звучит так. Она не хочет учиться. Она не хочет делать уроки. Нет мотивации вообще к чему-либо. Ни в школе, ни дома. Проводилось тестирование с помощью программы Vibrami, производства предприятия ELSIS. Именно программа профайлинга, психофизиологического профайлинга. Но нас не интересовали, на самом деле, ответы девочки-сознательные. Нас не интересовал психофизиологический профайлинг. Нас интересовала возможность этой программы сравнивать результаты сознательной реакции и бессознательной реакции, а именно психофизиологической реакции на ответы опросника. В данном тесте мы применяли опросник Gardner 12S5. Тестирование мы проводили два раза. Первый раз тестирование проводилось после комментариев мамы о том и во время этого комментария, что девочка не хочет учиться, что девочка не хочет делать уроки, нет мотивации. И второй раз тестирование проводилось после похвалы девочки за хорошо проведенное тестирование. Результаты позволяют хорошо интерпретировать графики программы вибромии. То есть первый график, который мы здесь видим, это график сознательной реакции девочки на ответы теста. Еще раз повторюсь, он нас очень мало интересовал. А вот второй график, он уже позволял оценить психоэмоциональное состояние девочки в момент ответов на вопросы. И здесь мы наглядно видим, что после комментариев мамы о том, что девочка не хочет учиться, а фактически это оценка девочки, что ты плохая. Все ответы были с отрицательным психоэмоциональным состоянием. Общий график показывает, что пессимистичное настроение или область доминировала над оптимистичным. Второе тестирование у девочки мы проводили после похвалы, когда похвалили девочку за то, что она хорошо ответила на вопросы первый раз. И смотрите, как изменилась картина. Всего лишь похвала. Также первый график – это анализ сознательных ответов девочки на вопросы. Второй график – это бессознательная реакция или психофизиологическая реакция. Мы здесь видим совершенно другую картину после похвалы. То есть у девочки наблюдается уже как бы синусоида, что характерно для ответов в нормальном состоянии, когда человек на что-то реагирует положительно, на что-то отвечает отрицательно. То есть есть положительные реакции, есть отрицательные реакции. И общий график оценки ее состояния уже преобладает оптимистическое настроение. Если сравнить два графика по сознательной реакции, то они не очень отличались друг от друга. А вот бессознательная реакция отличалась резко друг от друга. Для того, чтобы дополнить и проверить наши выводы, мы провели исследование девочки с помощью системы контроля психоэмоционального состояния Vibro 8 Pro. И точно так же проводили несколько измерений в момент, когда мама рассказывала, какая девочка плохая. Мы видим здесь гистограммы частотных распределений виброизображения. Они отличаются от нормального распределения. Причем хочу сказать, что для детей это очень нехарактерно. У детей чаще всего гистограммы частотного распределения соответствуют нормальному распределению. Дети чаще всего оптимистичны. Здесь мы видим, что распределение отличается, что подтверждает выводы, которые были сделаны после первых тестирований. Мы свели в таблицу общую все результаты психофизиологических параметров девочки за три измерения. Что показывают результаты? Результаты исследований по всем программам наглядно показывают причину немотивированности девочки по выполнению домашних заданий. Девочка обладает интровертным типом темперамента, что не принимается в расчет экстравертной мамы и преподавательницы в школе. Им хочется, чтобы девочка все делала быстрее. И когда она не успевает, ее ругают. Но интроверты хорошо работают, когда они могут сосредоточиться на одном-двух видах деятельности и не должны работать в состоянии стресса. Любой стресс выводит их в состояние внутренних переживаний. Интровертам нужно время на обдумывание своих переживаний. Им трудно выйти из состояния глубокой сосредоточенности. А чтобы вернуться в него снова, требуется много дополнительной энергии. Смотрите на таблицу. Стабильность падает. 0,361, 0,279, 0,193. Показатели агрессии и невротизма возрастают. И они высокие для данной девочки. То же самое по показателям здоровья. Они из положительных переходят в отрицательную область. В итоге девочка всю свою энергию тратит на то агрессию, невротизм, переживания, которые в ней вызывают внешние оценки. И в итоге она ничего не хочет делать, потому что уже устала от тех переживаний, которые у нее есть. Итак, второй пример. Девушка, 33 года. Высшее образование, запрос по профориентации. Поменяла много мест работы и долгое время не работает. Вообще этот запрос характерен для большого числа людей. Что касается девушки, то действительно несколько лет не работает и нет мотивации работать. То есть этот процесс затянулся. Соответственно, для диагностики причины бездействия мы использовали две программы. Виброми, физиологический профайлинг, и программа Финджерка. Это метрическое дактилоскопирование. Обе предприятия Элсис. Мы посмотрели и применили два опросника. Гарднер 12 и Карднер 12С. Они отличаются тем, что один из опросников лучше отражает поведение человека в стрессовой ситуации и характерен для профессиональной деятельности. Второй же отражает человека в расслабленной обстановке и дает информацию о другом состоянии человека. В соответствии с типами множественного интеллекта и области специализации показано в этой таблице. Соответствует... Эта таблица показывает результат опросника Карднер 12. Какую гипотезу мы используем в нашей работе? Я использую такое понятие, как подпирающий тип интеллекта. Что это означает? Я смотрю первые 4, 5, 6 типов интеллекта и смотрю наличие в них либо типов интеллекта, которые предполагают активную деятельность человека, это моторно-двигательный, допустим, бизнес-корыстный, или пассивную деятельность, исследовательскую. Это философско-исследовательский и природный. Если посмотреть на результаты опросника Карднер 12, мы видим, что здесь философско-исследовательский, природный, они являются опирающимися. И, соответственно, здесь какие виды профессии? Психология, уход за пожилыми лицами, уход за детьми, консультирование, социальная работа, социология, культурология, учителя. То есть все профессии, они предполагающие такую пассивную, недвигательную функцию. А когда мы смотрим на результаты второго опросника Карднер 12С, то мы уже видим здесь другие типы интеллекта. Музыкально-ритмический, как подпирающий, моторно-двигательный, бизнес-корыстный. Мы здесь уже не видим ни философское, исследовательское, ни природного. Это другое состояние девушки. Оно соответствует более активному ее проявлению. Здесь при наличии и сходстве специализации, это касается второго, третьего, четвертого пункта, мы видим уже другие совершенно нотки в первом, пятом и шестом пункте. Это видеовизуальные техники производства, масс-медиапродукции, спорт, музыка и вокал. То есть мы видим более активное выражение наклонности девушки. Для того, чтобы проверить наши предположения, мы использовали программу коктилоскопического прогноза Финджеркард. Здесь что она позволяет исследовать? Человек раздается индивидуумом. Он имеет обусловленные природой особенности, генотип. Индивидуальные генотипические свойства в процессе жизни развиваются, преобразуются и становятся фенотипическими. Для определения генотипа и фенотипа мы использовали программу дерматоглифического исследования Финджеркард и тест-опросник Айзенка. Предприятие Элсис адаптировало обе программы и сделало результаты их исследований сравнимыми между собой. Это позволяет очень интересно проводить исследования. Мы видим, что между генотипом и фенотипом образован разрыв. Данный разрыв образуется с определенного возраста практически у всех людей. И во многом он и определяет внутренние конфликты личности. Когда мы измеряем генотип и фенотип у детей старших классов или начальных курсов вуза, то он совпадающий. А дальше он начинает уже расходиться. Здесь очень удобно, что все это показано по векторным значениям. По горизонтальной оси экстраверсия – интровертированность. По вертикальной у нас – стабильность, нестабильность. Когда мы анализируем результаты тестирования девушки, то мы видим, что при некотором сходстве профилей, специализаций, но сферы развития показаны разным. Одна базируется на активном моторном двигательном типе интеллекта. И смотрите, здесь она отражена экстравертным типом темперамента. Вторая базируется, как мы видели, на философском и природном типом интеллекта. И, соответственно, здесь она отражена интровертным или фенотипическим вектором. И уже это как бы меланхолик. Но что характерно общее, что оба графика находятся в зоне нестабильности. И это состояние у девушки, что при одном направлении, что при втором, выражается в чрезвычайной нервозности, неустойчивости, плохой адаптации, склонности к быстрой смене настроений, чувству тревожности, озабоченности, рассеивании внимания, неустойчивости в стрессовых ситуациях. Все это может являться причиной сложности в социальной адаптации. Основываясь на результатах диагностики, мы предложили девушке определенную стратегию, которая ею была выполнена. И она нашла работу после этой консультации очень быстро. И после приходила ее мама, которая сказала, что действительно в течение нескольких лет девушка не могла найти работу. А сейчас она нашла работу и довольна ею. Но для того, чтобы выработать необходимую стратегию, нужна была именно всесторонняя диагностика, которую и позволили провести совместное использование различных программ предприятий Элсис. Применение системы контроля психоэмоционального состояния человека Виброимадж 8 Pro, программы Виброми профайлинг психофизиологический, программы Финджеткарт диктилоскопического прогноза, производство предприятия Элсис, позволяет успешно проводить исследования индивидуальных особенностей психофизиологических состояний человека. А результаты этих исследований существенно расширяют возможность жизненности диагностики, психологическом консультировании. Спасибо всем за внимание и всего доброго. Продолжение следует...